Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим очень вкусную домашнюю пиццу. Для теста нам потребуется 500 грамм муки, 1 пачка быстродействующих дрожжей весом 11 или 12 грамм, 270 миллилитров воды комнатной температуры, 30 грамм сахарного песка, это полная столовая ложка с горкой, чайная ложка соли, это 10 грамм и 4 столовые ложки подсолнечного масла. Начинка может быть любой, у меня сегодня 2 помидорки весом 200 грамм, 100 грамм маринованных огурцов, их можно заменить на маринованные грибочки, 100 грамм копченой колбасы, 1 сладкий болгарский перец, я взяла 2 вида сыра, сыр моцарелла 100 грамм и пармезан тоже 100 грамм. Также я буду использовать кетчуп, майонез, базилик и соль. Приготовим тесто, в муку добавим сахар и соль, а также пакетик быстродействующих дрожжей, он рассчитан на 500 грамм муки как раз. Все перемешаем, чтобы сахар, соль и дрожжи распределились равномерно в муке. В муке делаем углубление и наливаем воду, замешивая тесто, размешиваем, воду добавляем частями. Только после того, как хорошо вымесили тесто, то есть добавили всю муку, видите, оно хорошо размешано, добавляем 4 столовые ложки масла и вмешиваем масло в получившееся тесто. Масло лучше добавлять частями, то есть пару столовых ложек, вмешали, потом еще пару, вот таким образом, так, чтобы тесто полностью пропиталось маслом. И вмешиваем так же, как с мукой. 2 столовые ложки масла я вмешала, добавляем еще 2 и вмешиваем точно так же. Вот такое тесто у меня получилось. Как вы видите, оно хорошо вымешано, однородное. Теперь формируем колобок и убираем тесто в теплое место, чтобы оно поднялось. Это может быть мультиварка или просто накрыть полотенчиком и поставить в батарею. Прошел час. Вот так тесто у меня хорошо поднялось. Можно выпекать пиццу. Застилаем противень бумагой для выпечки. Этого количества теста хватит на 1 пиццу на толстом тесте или 2 пиццы на тонком тесте. У меня будет 2 пиццы на тонком тесте, поэтому я делю на 2 равные части. И теперь руками делаем из этой оставшейся части круг. Вытягиваем в разные стороны. Не забывайте, что тесто дрожжевое и во время выпечки оно у нас все равно поднимется. Растягиваем. Чтобы тесто удобнее было растягивать, смажем руки подсолнечным маслом и растягиваем по краям. То есть делая круг максимально большой. Вот такой круг у меня получился. Пицца будет достаточно большая, видите, по сравнению с моей ладонью. Теперь будем выкладывать соус. У меня обычный классический кетчуп. Примерно 3-4 ложки. Добавляем щепотку базилика. Можно свежего, можно сушеного. При желании можно добавить чеснок. Добавляем сразу 2 столовые ложки майонеза. У меня домашний. И теперь эту смесь размешаем. И полностью распределяем по пицце. Так тесто получится не сухим. В принципе, добавляя майонез, вы просто добавляете подсолнечное масло, яйцо и горчицу. Выкладываем колбасу. Она у меня достаточно тоненько порезана. У меня 2 вида по 50 грамм. Далее выкладываем мелко порезанный огурчик. Мы любим, чтобы начинки было много. Огурчик нарезаем тоже тоненько. Ломтиками порезанная моцарелла. Тоже тоненько. Далее сладкий болгарский перец. Тоже достаточно тоненько порезан. Далее ломтики помидорок. Тоже тоненькие. Чтобы жидкости было не очень много. Сверху посыпаем пармезаном тертым. Выпекать пиццу будем в разогретой до 220 градусов духовке. Режим вверх-вниз. Примерно на средний уровень ставим противень. Прошло 8 минут. Вот пицца находится в духовке. Она уже хорошо поднялась. В принципе, для выпечки дрожжевого теста, раскатанного в тонкий слой, достаточно 7-10 минут максимум. Поэтому пиццу сейчас будем доставать. Вот такая пицца с пылу с жару у меня получилась. Я добавила листики базилика. В принципе, можно их и не добавлять. Давайте посмотрим, как выглядит пицца в разрезе. Видите? Тесто получилось тоненькое. Начинки достаточно много. Сыр хорошо расплавился. Тесто для пиццы готовится легко и просто. Нет никаких заморочек с опарой. То есть, смешался ингредиент и тесто готово. Начинка простая. Все ингредиенты доступные. Поэтому пицца получится даже у самых начинающих поваров. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok